Привет, друзья! Подписчики мои! Многие называют этот Бэйблейд для девочек. Многие называют его странным. Многие называют его ненужным в мире Бэйблейда. Но! Я с вами не согласен. У нас сегодня на обзоре Бэйблейд Б00. Hello! 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 Kitty! Ребята, у нас сегодня легендарная коллаборация одного бренда Hello Kitty и второго бренда Бэйблейд с Акаратоми. Ба-бам! Бы-ды-дыщ! Класс! Вау! Это супер волчок на базе Спригана. И такой Бэйблейд точно должен быть в коллекции у вас, потому что последняя коллаба была вот с тем чуваком. Там была команда... Там был Бэйблейд Валькирия какая-то, посвященный какому-то японско-китайскому там певцу или типа актеру. И была коллаба с их какой-то местной командой по футболу, хоккею, бильярду, я не знаю. И третья коллаба с Hello Kitty. А четвертая будет со мной, должно быть так. Обалдеть! Посмотрите, даже коробочка в горошек. Мне кажется, такой Бэйблейд можно купить ради прикола. И если он будет побеждать, то это будет разрыв. Представляете, вы приходите на турнир с таким волчком и побеждаете там, я не знаю, Спригана, Фафнира, Роктавора, все сборки, максимум Беляла. И пацаны просто вам этого не простят. По деталям у него интересно покрашен золотой диск. Астрал Hello Kitty. Странно, что первый раз вижу три, раз, два, три. Обычно Астрал Китти, Астрал Хэллоу или Хэллоу Китти. Ну, типа, безумно классно. Я не знаю, насколько эта штука продуктивна в плане пиара Hello Kitty. Мне кажется, и так уже все знают про Хэллоу Китти. Типа, не знаю. Но выглядит потрясающе. Особенно вот эта вот маленькая Хэллоу Китти, которая такая пиу-пиу, Бэйблэйд. Все, друзья мои, давайте. Let's go to распаковка. Но перед роликом, где будет турнир, где буду я, где вы сможете купить такого, заказать и протестировать на турнире. Сейчас расскажу вам все. А новый турнир для всех любителей Бэйблэйда и по Бэйблэйду пройдет 23 октября. В воскресенье, друзья мои, от магазина ParallelDivscape.ru. И, естественно, ссылку оставили в описании к этому ролику. На турнире буду я. На турнире будут арены для баттлов, призы, так, аратомия. Соответственно, можно будет приобрести на турнире себе волчок, побаттлить со мной. Да, викторин, розыгрыш. Друзья мои, ссылку оставили в описании к этому ролику. А адрес метро Юго-Запад на улице Никулинская, дом 2, корпус 1, шестой этаж, 23 октября. Приходи. Для всех любителей Бэйблэйда, возможно, друзьям расскажи, бро. Возможно, даже не все про это знают. Но еще кое-что, друзья мои. Все волчки можно купить по ссылке к этому ролику. Я там оставлю еще ссылочку на сайт ребят и на их магазин на Азоне, друзья мои. Короче, ссылка в описании к этому ролику. Переходи, посмотри. Для себя, для души что-нибудь себе закажи. А я перехожу обратно к ролику. Я прям сразу. Я очень хочу. Мне прям вообще. Я прям кайфую. Мне так это нравится. Это просто что-то с чем. Просто, понимаешь, такой коллабы еще не было. А давайте, Такара Томи, давайте сделаем Бэйблэйд трансформеры. Вот это вот такое можно попробовать сделать? Я думаю, тут секретов никакого нет. Давай сразу начнем с кошки. А-ля, какой красивый. Какой пусть. Ты посмотри, какой пусик-мусик. У него, кстати, вот этот красивый слой такой металлический. Какой пусик. Подожди, получается он лево-право-сторонний, если это коллаба со Сприганом. Даже я, насколько я полагаю. Вау. Ну, это космос. Эта пушка, это, это, конечно, он не сравнится с моим Найтом, но, тем не менее, он тоже крут. Слушай, это вообще огонь. Да, посмотрим диски. Слушай, наконец, как давно не было покрашенных дисков. Как давно этого не было. Как же, как же я скучал по покрашенным дискам. Это же, это же вообще, это, ты знаешь что, это моя любовь. Нет наклеек, да? Есть наклейки, ну, ладно. Непонятно, куда их, если честно, клеить, потому что какие-то странные наклейки. Так, давайте рассмотрим детали. Вот такой диск. Диск, слушай, ну, кстати, вот от Спригана как будто бы отличается, но вот из-за покраса такое тактильное ощущение странное у меня. Вот такой вот джереверочек. Офигенский. Дальше открываем. О, они. Вот только недавно показывал все мои штуки, они новую штуку дают. Не, вот те маленькие ключики были гораздо, мне кажется, интереснее. Так, это у нас, что такое? Это у нас опять ненужный бейблайт мусор. Это тоже нам не пригодится. Наклеечки идут вот такие, пусики. А вот эту наклейку я немножко не понимаю. А, она, смотри, вот эти две наклейки, это просто типа Hello Kitty, они без какого-то обозначения. Я знаю, куда наклеить наклеечки. Так, ну и, собственно, все. Здесь у нас что, показан, как менять сприга на режим, как туда-сюда, ну и да, и все. А где написано? А, на коробке нарисовано, куда клеить наклейки. Вот, получается, данная штука. Странно, что они перенесли на коробку, как клеить наклейки. Многие, я вот видел на турнирах, ребята сразу выкидывают все коробки, типа им не надо. Вот такая красная штука. Забавно, как минимум забавный прецедент, интересно, надеюсь, так пойдет и дальше. Давайте посмотрим его в двух вариациях. Значит, первый у нас... Ого! Слушай, очень сильные защелки. Насчет подобного драйвера я, конечно, не уверен, но смотрится, конечно, он шикарно, прям совпадает по цвету. Класс! Почему золотой диск? С одной стороны класс, что он золотой, с другой стороны немножко я не понимаю, почему он золотой. Давайте разберемся, как менять режим. Нам надо взять вот эту фигню, покрутить вот сюда, перевернуть диск вот таким образом. Ну давай, а что ты... Ага, что ты не вставляешься. Ладно, подожди, сейчас мы сделаем вот так. А, не, подожди, он уже такой и был. Вот нам нужно что сделать. И вот сюда вставить. У меня вот эти штучки. О, есть! Правильно же я собрал, да? Ну вот в таком еще положении можно поиграть. Ну прикольно, прикольно, интересно, нормально. Я прям, ну, типа рад. Это прям Байблэйд, который вот мы заслужили. Так, хорошо. Ну что, я предлагаю немножко, чуть-чуть совсем побаттлить, чтобы было вам прикольно и весело и интересно, да? Как вы думаете, батлы будут с Хэллоу Китти? Я бы отдельный, честно признаюсь, я бы ролик снял про... Про мегабаттлы. Не знаю. Как вам? Да что такое? Слушай, у меня почему-то вот он как-то странно вставляется. То есть это... Почему тут он не хочет? Смотри, что. Не пойму. Я же до конца открыл. Что такое? А, господи. Я такой тупой вообще. Вот, все. Я просто режим не перестал. Мне сейчас в комментариях накидают. Нехороших вещей. Все, есть, собрали. Ура. Я это сделал. Ну все, давай, что, будем баттлить. Волчок лайкос. Хе-хе. Хэллоу Китти. И, честно, ребята, я вообще не представлял, что когда-нибудь смогу поиграть таким волчком. Ну, в смысле, когда только начинался Бэйблэйд. Конечно, это было... Тогда бы мне сказали, что через 4 года будет Хе-хе. Хе-хе. Типа Хе-хе. Хе-хе. Я бы не... Нет. Я бы, наверное, поверил, учитывая то, что это все-таки бренд Хе-хе. 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 Но. Смотрим. Он маленький. Он очень даже похож по форме чем-то. Напоминает мне горячий металл. Вот. Давайте, наверное, мы что сделаем? Эээ... Найдем Астрала Спригана. Ну, я думаю, это будет интересно глянуть. Все-таки это как бы его... Идейный брат, что ли. Прототип. Как назвать-то? Эээ... Ну, вращается он, конечно, странно. Но, возможно, дело в арене или в моих руках. Погнали. Странно, странно. Он сейчас запуск. Опа. Сприган влетает. О, боги. Хорошо, наверное, что все-таки драйвер у Хэллоу Китти немножко другой. Хорошо. Это хорошо. Это неплохо. Это нормально. Да. Вот это бой. Вот это просто иск. Я помню, когда на Инфентинадо ведущей, там, когда волчки вращались по пять минут, он уже просто, знаешь, за эти пять минут, искры летят, звук металла, бла-бла-бла. Пять минут одно и то же просто говорил. Каждый раз безумие это было. Но он держался молодцом. Вот такой у нас неоднозначный бой против Астрал Спригана. Давай сразим с Найтом. С новым. Слушай, Найт так классно в спускалке слетает. Так, ну вот, 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 вот. Началось, началось. Сейчас Хэллоу Китти. Я даже не знаю, Астрал Хэллоу Китти его называть? Ну, слушай, одолел, одолел нашего Найтика. Вот оно что, ребята. Так, давай еще разок против, давай против Гатлинга. Вообще, конечно, называть волчок Гатлинг, это то же самое, что, допустим, называть волчок, типа, Макарова Драгон. Вот, типа того. Или, например, этот, как это там называется, непопулярная марка-то у них, я забыл, это, ай, забыл, ладно. Ну, типа, ну, типа Кольт Драгон, вот, типа того. Странное название, ну, ладно. Против вот такого сразения. Я пока не понимаю, хороший, мощный ли волчок или нет. То есть то, что мне нравится, это 100%. Но насколько он силен, я пока не могу так сразу вам сказать. Вроде норм, но вроде и вот сейчас какая-то непонятная. Я предлагаю еще пару битв, ну, чтобы вам просто было повеселее. А потом мы сделаем отдельный полноценный про него видос со всеми волчками и нового поколения, и шестого сезона. Так что вот так. Давай. Слушай, Рафаэль сейчас проиграет, не может быть. Да, слушай, ладно, подожди, выиграл Рафаэля. Давай тогда закроем этот ролик, знаешь, каким боем? Против Ахиллеса. Против Ахиллеса, потому что Ахиллес очень сильный, мы сейчас сразу все поймем. Так, ну-ка. Неплохо. Неплохо. И если он выиграет Ахиллеса, это было бы здорово. Все. Ахиллес, вы были правы. Снимается с него пальма лидерства, что он самый сильный волчок. У нас новый самый сильный волчок, Хэллоу Китти. Тот, кто может удалить самого сильного соперника, тот становится сам самым сильным волчком. Вот такое было, если подпискал, ставьте лайки, ссылка и подписывайтесь на следующий день. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok